Детально эту тему мы обсудим с Олегом Устенко, экономистом, советником президента Украины в 2019-2024 годах. Олег, приветствуем вас в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Вот как раз о том, что, как говорилось перед нашей с вами беседой, санкции, угроза Соединенных Штатов проводить финансовые операции с Россией. Не кажется ли вам, что это один из наиболее весомых ударов по возможностям России поддерживать свою военную экономику? Ну, естественно. По большому счету говоря, вот это заявление, которое мы слышим с начала вторжения России в Украину по поводу того, что до санкций не работают, наоборот, они являются стимулом для нашего развития. Да, посмотрите, сейчас просто импортзамещение будет идти семиминными шагами. В общем, толком-то и ничего и не стоит, но достаточно взглянуть на вчерашние, по-моему, или позавчерашние встречи Мишустина, которую он проводил с юными, а-ля юными учеными в Новосибирском отделении Академии наук, где он говорит по поводу того, что вот все-таки нам надо обеспечивать какую-то нашу технологическую независимость. Заметьте, уже речи даже не идет по поводу технологического прорыва, речь идет о некой технологической независимости. И дальше сам Мишустин говорит по поводу того, что да, мы понимаем, что это не будет вот так вот сразу и так, как мы бы хотели в полном масштабе. И более того, где вы видели государственного чиновника такого уровня, который ставит задачу, говоря сначала, что давайте сделаем это в течение ближайших трех лет. Ну, в крайнем случае, пяти добавляет он потом. Если бы дальше ему дали возможность продолжать этот временной ряд, мы бы увидели с вами и, наверное, семь, и потом и десять лет и так далее. То есть, в общем-то, санкции, как бы ни пыталась напрягаться пропагандистская машина в Кремле, они работают. И достаточно посмотреть на вот эти первые санкционные пакеты, связанные, например, с заморозкой российских активов за пределами страны, с этими зависшими 300 миллиардами долларов, зависшими навсегда для российской, для российского центробанка, соответственно, для российских налогоплательщиков. И рассказ по поводу того, что торговать будем с кем угодно, но только с теми, кто относится к нашим категориям дружественных стран. Да, на эти дружественные страны пытаются выжать в данном раскладе максимум, который можно, а-ля дружеские страны, максимум, который можно выжать из такой полухерейшей экономики Российской Федерации. Почему полухерейшей? Потому что, если вы посмотрите даже на показатели роста, которых, вот вроде как говорит Госкомстат российский, в реальности это такая фельдкина грамота, потому что где они? Они идут в сторону или находятся в стороне, прежде всего, военно-промышленного комплекса. Но что толку, когда у тебя растет производство пушек, снарядов? Что толку, что ты производишь больше в два раза танков? Что от этого обычному населению? Советский Союз тоже производил достаточно много оружия, но в конце концов вся эта гонка вооружения кончилась абсолютным коллапсом Советского Союза. И когда советский гражданин открывал свой холодильник, он точно не испытывал восторга от того, что могучая и прекрасная занималась производством военной техники. Поэтому и в России такого же плана проблемы очевидно нарастают и уже существуют. И вот почему мы слышим эти заявления, особенно последние заявления из Брюсселя по поводу того, что, посмотрите, Россия блефует, когда говорит о том, что ситуация в их экономике хороша. Почему бы она была хороша, если Россия не может продавать, например, свою нефть, так как она продавала раньше? Но достаточно напомнить, что даже в начале 1922 года, до войны, в 1921 году Россия могла получать 120 долларов за баррель своего бренда, за баррель своей нефти «Урал». Понятно, что это не бренд, это вроде как чуть с большим дисконтом, но ситуация, можете возразить, ситуация на мировом рынке такая была, она была лучше для России. Вот слово сказать, почему Трамп сказал в своих заявлениях, последних уже после выступления президента Байдена, по поводу того, что если бы он был в овальном кабинете, то цены бы на нефть находились бы на уровне в два раза ниже, чем вот эти 100 долларов, которые были до начала войны. То есть на уровне 50 долларов он сразу как бы отсекает ситуацию на рынке и ставит ее в гораздо худшие условия по сравнению с теми, в которых находится Россия сейчас, когда установлен потолок на нефть в 60 долларов. Кто покупает эту нефть? Да, нефть покупают активно в Китае, да, нефть покупают активно в Турции, да, нефть покупают активно в Индии. Но, как вы совершенно справедливо заметили, в Индии зависает огромное количество российских нефтедолларов в виде рупий. И да, вроде бы как чуть-чуть легче становится ситуация после визита Монти в Москву, но ситуация в Китае ухудшается. Мало того, что Китай покупает весь энергоресурс колоссальнейшей скидкой, но кроме вот этой колоссальнейшей скидкой, сами российские бизнесы признают, что сейчас продажа любого товара, в том числе и нефти на территорию Китая, это такая своеобразная русская рулетка. Ты не знаешь, после того, что ты отгрузил нефть, ты не знаешь, в конце концов, получишь ли ты те же юани к себе или нет. Более того, Китай уже тоже четко делит юани, которые принадлежат российским компаниям, на те юани, которые были куплены на международном рынке, но не вследствие операций торговых между Россией и Китаем. Поэтому еще тоже совершеннейшая правда, что когда мы говорим о развитии сейчас, особенно в современном мире, развитие в современном мире невозможно, если у тебя нет доступа к технологиям. И Россия очень четко понимает, что вот этого, опять-таки, возвращаясь к этой поездке Мишустина в Сибирь, Россия очень четко понимает то, что когда у тебя нет доступа к технологиям, это значит, что ты обречен. Твой ВВП, в конце концов, зависит не только от персонала, который у тебя есть, не только от людского ресурса, он у тебя зависит еще и от наличия капитала, которого, к слову сказать, в России тоже нет, потому что первые санкционные пакеты полностью отрезали Россию от внешнего рынка заимствования капитала. И компании, которые находятся, частные компании, связанные с государством компании в России, они не имеют доступа к финансовому рынку, а соответственно, не имеют возможности инвестировать в свою экономику. Вот почему прямые иностранные инвестиции в России находятся практически на абсолютном минимуме с начала вообще 90-х годов. То есть реально на абсолютном минимуме, особенно если в пересчете на их валовый внутренний продукт смотреть. Россия это страна, которая не имеет технологий, потому что технологии, фактически импорт технологий запрещен. Это страна, которая не получает доступа к современным научно-техническим опытно-конструкторским разработкам, что тоже крайне негативно будет сказываться не только в кратко, но и в средней долгосрочной перспективе. И в конце концов экономика идет к абсолютному увяданию. Значит ли это, что экономика просто упадет мертвой через какой-то период времени? Отнюдь нет. Отнюдь нет. Вот почему. Потому что если вы посмотрите бюджет России, особенно распределение, опять-таки закрывая глаза на то, что там есть серьезные проблемы и в плане дефицита, и в плане того, что надо выжимать средства. Но я бы обратил внимание на то, что порядка 150 миллиардов долларов их бюджета идет на военный комплекс, на вот эту машину военную. Но с другой стороны, если вы посмотрите динамику, вы увидите, что кроме вот этой динамики, такой вот на увеличение по военно-промышленной машине России, вы увидите, что идет колоссальное увеличение средств на репрессивный аппарат. И вот это колоссальное увеличение средств на репрессивный аппарат, колесо там будет крутиться куда более такими, на куда более высоких скоростях по сравнению даже с военным бюджетом. А это означает, что когда у тебя есть увеличение средств на репрессивный аппарат, опять-таки, вспоминаю времена Советской России или других тоталитарных государств, автократии, мы можем с вами увидеть, что это дает возможность государственной машине заткнуть рот практически всем остальным. Тот, кто открывает холодильник и не видит там улучшения, а он его объективно не видит, будет бояться об этом сказать, потому что вот есть эта репрессивная машина, потому что есть государство, которое управляет даже такими мелочами, которые относятся вот как бы к нормальной или обыденной жизни России. Динамика крайне негативная, и эта динамика сквозит практически везде сейчас. Посмотрите на решение Центробанка, увеличение ставки, увеличение ставки Центробанка, кроме всего прочего, что она и так уже бесконечно высока, означает только одно, означает то, что экономика должна быть зажата. На уровне увеличения ставки экономика будет зажиматься, и экономический рост будет продолжать зажиматься. Я имею в виду в тех секторах, которые не относятся к оборонному или к военно-промышленной машине. Вот ситуация там плохая. Плохая ситуация с тем, что пытаются искать средства и не знают, где найти для решения социальных проблем. Ситуация плохая, потому что есть на балансе временно оккупированные территории наши, а их надо финансировать, хотя бы для показушности, а это тоже большие средства, а этих средств нет. А рост населения, а недовольство населения растет, значит, надо затыкать рот с одной стороны репрессивным аппаратом, с другой стороны подбрасывая какие-то кости. А если ты подбрасываешь кости, то кому ты их будешь подбрасывать? Скорее всего, ты будешь ориентироваться на тех, кто может составлять угрозу режиму. А угрозу режиму могут составлять эти военные, которые поняли или понимают, что их обманули сразу же через 5 минут попадания на переднюю линию огня. То есть, ну вот, сквозит вот этот ужас и этот развал, он сквозит со всех щелей. Но, тем не менее, несмотря на то, что сарай скал очень плохо и щели между досками большие, ветер дует просто везде, 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 это совсем не означает, что сарай может вот так вот взять просто и свалиться. Еще вот, кстати, вы уже упоминали взаимодействие российской экономики с Китаем. Но вот китайские банки отказываются проводить платежи с Российской Федерацией. Прямые расчеты в юанях уже все чаще замораживаются или вообще задерживаются. Блумберг об этом сообщает. Причиной новых сложностей стало как раз расширение критериев для введения санкций США в июне. Издание отмечает, что проблема с платежами затрагивает многие сферы, как продажу металлов, так и сельское хозяйство. Россиян также предупредили, что может остановиться импорт автомобилей, автозапчасти из КНР. Добавлю, что Китай стал главным торговым партнером Российской Федерации после ее полномасштабного вторжения в Украину. Объем торговли между Москвой и Пекином за прошлый год вырос на 60%. Ситуация показывает, как все более драконовские санкции в отношении России постепенно сказываются на экономике страны. В юльском докладе о макроэкономических и финансовых тенденциях Центральный банк заявил, что он наблюдает снижение степени открытости российской экономики, что выражается в уменьшении доли импорта и экспорта в ВВП и увеличении роли внутреннего спроса и производства. Из публикации Bloomberg. Олег Леонидович, если говорить об этом взаимодействии с Китаем и насколько эти санкции, эти ограничения сейчас могут в том числе российскую экономику, скажем так, ослабить. Ведь, ну понятно, Китай не откажется от такого рынка сбыта. Им нужно куда-то продавать автомобили. Тем более Российская Федерация, которая все больше и больше изоляции, наверняка будет заинтересована этой автомобилей покупать. Вот как будет дальше развиваться ситуация, вот эти санкции, насколько они повлияют на российскую экономику, ну точнее на ее ослабление. Тут я бы сказал о двух таких важных моментах, которые надо брать во внимание, когда мы анализируем вот это сотрудничество между Китаем и Российской Федерацией. С одной стороны, действительно, по поводу санкций Китай более чем четко понимает, что особенно это понимают и китайские банки, которые являются, ну фактически обеспечивающей таким кровеносной системой для функционирования китайской экономики. Они очень четко услышали сигнал со стороны Большой Семерки по поводу того, что, дамы и господа, будьте уверены, что тот, кто нарушает санкционный режим, в конце концов, на него падет топор этих вторичных санкций. А вторичные санкции означают, что китайские банки могут пострадать, если вообще не будет заблокирована их работа на территории всех остальных стран, с которыми они, к слову сказать, активно работают. Вот почему так избирательно Китай подходит сейчас к отбору тех российских компаний, с которыми вот вроде как продолжает вести или хотел бы продолжать вести бизнес, бизнес as usual, потому что вот мотивирован, прежде всего, по вопросам финансов, вопросам получения прибыли, с одной стороны. С другой стороны, что такое Китай, что такое Россия. Китай, все-таки мы говорим с вами об экономике, но это как в 20 триллионов долларов, это как по минимуму. Фактически, ожидание общее, что в этом году эта экономика, по результатам этого года, она будет на уровне порядка 25 триллионов долларов, может быть, даже с плюсом. Представьте, что российская экономика, это в разы так 12 меньше, чем экономика Китая. Китай экспортно-зависимая экономика. Но если вы посмотрите зависимость России от Китая, то вы увидите, что здесь мы говорим и китайской зависимости от России, мы увидим разницу приблизительно в 8-10 раз. То есть Россия важна для Китая в 8-10 раз меньше, чем Китай нужен для России, если мы исходим просто из простого суммирования экспорта плюс импорт и соотносим его с общим товаром страны. Так что китайская экономика, которая зависит от экспорта и импорта, но в цивилизованный мир, а не в мир России, более чем прагматично будет продолжать свое функционирование. И то, что будет представлять угрозу, когда у тебя на весах стоят потери от триллионов долларов при возможности выиграть там несколько дополнительных десятков миллиардов долларов на России, я вас уверяю, что они примут решение в сторону триллионов долларов, а не возможной прибыли в 10-20 или несколько десятков миллиардов долларов. И это, к слову сказать, очень четко понимают в России. И вот почему, если вы следите за взаимоотношениями России и Китая, вы увидите такую абсолютно успокоенную позицию такого барина со стороны Пекина и такого абсолютнейшего вассала со стороны Москвы. Да, о Китае мы еще сегодня поговорим. Обязательно обсудим визит Дмитрия Кулебы в Пекин, в Китай, да, в Гуанчжоу. Спасибо вам, Олег Леонидович, за участие в нашем эфире. Олег Устенко, экономист, советник президента Украины. В 2019-2024 годах был с нами на связи. Олег Устенко, экономист, советник президента Украины.